До того, как Николай Соболев стал известен, он был длинноволосым потлочом и смахивал на Игоря Николаева. До того, как Соболев стал известен, пранкер занимался бодибилдингом и весил 120 килограмм. До того, как Николай Соболев стал известен, в детстве он выиграл чемпионат по карате в Санкт-Петербурге. Добро пожаловать на Телблогнет! И сегодня мы расскажем о жизни Николая Соболева до того, как он стал известен. Соболев Николай Юрьевич, 23 года, родился и живет в Санкт-Петербурге. Популярный видеоблогер, пранкер, создатель и ведущий проектов Рака Макафо и Жизнь Ютуб очень молод и амбициозен. О его семье практически ничего не известно, сам блогер мало о ней говорит. Но сопоставив некоторые факты, можно сделать вывод, что семья Соболева живет в достатке и благополучии. Мы надеялись связаться с самим Николаем, чтобы взять у него интервью, но ответа так и не дождались, хотя в своем шоу он не раз любит повторять, что читает сообщения в ВК. Вы можете зайти и подискусировать со мной на моей личной страничке, потому что там я очень часто отвечаю. Увы, родители всегда поддерживали все начинания и занятия чада, и именно они привели любовь к пению маленькому Коле. Как-то раз, когда ему было лет 7, мама с папой просили сына встать на табуретку и спеть песенку. С тех пор и началось увлечение пением у Николая. Его кумиром на тот момент был известный и популярный певец Николай Басков. Мне даже не стыдно признаться, но в 2000 году я посетил концерт Николая Баскова. А уже лет 10 спустя Соболев даже перепоет одну из песен Андреа Бачелли. Но, правда, лучше бы не делал этого. Помимо занятий вокалом, у школьника было другое увлечение – карате-до. В 11 лет Коля выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по данному виду спорта. В 14 лет юный Соболев назвал карате-балетом и решил сменить занятия в этом виде спорта на тейквон-до. Весьма странный выбор. Можно бесконечно долго спорить о боевых искусствах и единоборствах, но называть карате-до балетом и уходить в тейквон-до – довольно странный поступок. В карате-до существует 4 стиля. Может, он занимался бесконтактным? Помимо спорта, в школе у 13-летнего Коли Соболева появляется новое увлечение – интернет. Паренек стал задротом корейской онлайн-МОРПГ Рагнорок Онлайн. По его признанию, на эту игру было потрачено 80 тысяч рублей, сэкономленных на завтраках, обедах и днях рождениях. Довольно внушительная сумма, которая подтверждает догадки о благополучности семьи любителей РПГшек. Помимо жуткого задротства, Николай уже в те времена стал увлекаться просмотром видео на YouTube и наблюдать с начала эпохи шоу самых первых видеоблогеров. Несомненно, это обстоятельство оставило след в подсознании Николая Соболева, дав впоследствии толчок для работы в сфере блогинга. Успешно закончив гимназию и лишившись зависимости от онлайн-игр и длинных волос, придававших сходство с образом певца Игоря Николаева, Соболев поступает в питерский политехноэкономиста. Сам Николай не знал на тот момент, чему хотел бы посвятить свою жизнь, но пошел учиться в этот вуз, потому что туда поступила девушка, с которой он состоял в отношениях на тот момент. Позже пришлось пожалеть о подобном решении, так как учеба была скучной и совсем не нравилась. Но, несмотря на это, Николай не ушел из института. Будучи студентом, он продолжает заниматься пением и решает реализовать свой певческий потенциал. Как же это все произошло? А, ***, немало времени прошло! Разместив свои выступления на YouTube и в соцсетях, Соболев получает не очень большое количество просмотров, но этого хватило для того, чтобы его позвали выступать в пару мест, а впоследствии кабаре, где он становится солистом. Именно в кабаре были получены уроки хореографии, пения, актерского мастерства и приобретается бесценный опыт выступления на публике. Вероятно, Николай имеет невероятно высокий скилл в тайм-менеджменте, иначе непонятно, как к учебе, личной жизни и к выступлениям в кабаре можно было добавить занятия бодибилдингом. Да-да, сейчас очень сложно сказать по телосложению Соболева, что он несколько лет назад весил 120 килограмм и был намного больше в габаритах. Именно в 19 лет Коля Соболев решил, что нужно взяться за себя и привести себя в хорошую физическую форму. Тут-то и проснулись в нем старая любовь к спорту и амбициозность. Николай стал пахать в зале как проклятый, соблюдать режим, носить с собой повсюду еду в контейнерах с соусами, побочным эффектом от занятий в тренажерном зале и соблюдение режима стала впечатляющая физическая форма, высокая для любителя показатели в упражнениях и отвращениях гречневой каши. Кто знает, может спорт потерял талантливого бодибилдера, но Николай вынужден был перестать заниматься в тренажерном зале ради творческой карьеры. Решение было принято после судьбоносного знакомства с Гурамом на одном из дней рождения общего друга. Именно с этим грузинским пареньком Коля Соболев нашел много общих интересов и появились идеи для проектов. Гурам, как и Коля, был вдохновлен западными ютуберами, в частности пранкерами. Соболев тоже загорелся создать ютуб-канал с видеопранками. Тем более, что на тот момент в России почти никто подобным не занимался, и перспектива занять пустующую нишу казалась легкой. Совместный проект был создан 2,5 года назад и назван Ракомакафо. Это проект Ракомакафо. И прямо сейчас мы посмотрим на реакцию парочек в такой нестандартной ситуации. Но не все прошло так гладко. Два друга снимали первый ролик под названием «Групповой секс» аж целых 4 месяца. И за неделю ролик набрал всего 700 просмотров. Уже потом ролики стали сниматься намного быстрее, качественнее и увереннее. Покатаемся, не знаю, воскресенье, хороший день. Со мной ты можешь чувствовать себя точно как за каменной стеной. Ранки стали разнообразнее. Стало расти число подписчиков, достигшее на сегодня отметки более 2 миллионов. А ролик «Человеку плохо в США и в России» стал всемирно известным. Его даже репостнули себе на стену в Фейсбуке актер Эштон Кучер и в Контакте политик Алексей Навальный. После этого мне показалось, что Америка очень удачливое место для съемки видеороликов. Я там снял несколько видео для проекта «Ready Steady Go». Помимо Ракамакафо, Соболев создает сольный проект «Жизнь Ютуб», ведет шоу «Ready Steady Go», так ненавистное Дмитрию Ларину. Начинает часто ездить в США и становится популярным не только на Ютуб, но и в офлайне. Всем привет! С вами проект... Сиреки Накерфу! И я прощаюсь с вами, у меня много своих проектов. Пока, Гурам! Но это уже совсем другая история. А это была история Николая Соболева до того, как он стал известен. Рекомендуем заглянуть на канал «Интересные факты». Что будет, если одновременно подпрыгнуть всем людям? Древние технологии, открытые заново, самые страшные и безвредные животные и множество других интересных видео. Ссылка в описании.